Андрей Малыгин занимается в секции рукопашного боя уже 8 лет. За его плечами участие в областных и всероссийских соревнованиях. В этом году он впервые выступал на турнире в новой весовой категории и занял второе место. Самым сложным для спортсмена стало ожидание выхода на ринг. Мы должны были биться в первый день соревнований, но нас не прогнали наш вес. И получилось так, что я весь день прогорел и на следующий день только начал биться. Это уже у меня упадок сил был большой. С серебряной медалью домой приехал и Дмитрий Мирюков. Молодому спортсмену пришлось встретиться сразу с тремя соперниками. Первых двух одолеть ему не составило никакого труда, а вот третьему борцу пришлось уступить. Несмотря на то, что Дима на всероссийских соревнованиях выступал впервые, результатом молодой человек доволен. Я получил там большой опыт. Второе место – это хорошо, но буду стремиться к первому, буду тренироваться больше. Всероссийский турнир по рукопашному бою в Дзержинске проходит традиционно. В этом году в нём приняли участие более 600 спортсменов со всех уголков России. Наш город на турнире представили 8 спортсменов. Всех ребят подготовил тренер спортивной школы ИКАР Валерий Трубин. Они крупные, эти соревнования считаются. Было 43 города России и 24 области, 24 региона. Поэтому он всегда проводится ежегодно, этот турнир. Он считается одним из сильнейших турниров нашей в России. Также на соревнованиях в Дзержинске вторым стал ещё один воспитанник Дюши Кар Сергей Глазков. Всем призёрам турнира вручили путёвки на первенство России, которое пройдёт в следующем году в Волгограде. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24.